Здравствуйте! Сегодняшний наш разговор будет посвящен системе представления о смерти. Дело в том, что особое место в системе представления о смерти и, скажем, комплекса взглядов на смерть являются различные религии, связанные с перенесением человеческого сознания или человеческого опыта из поколения в поколение. Насколько это так или не так, легко очень судить. Что, собственно говоря, мы подразумеваем под информацией? Некий набор сведений о внешнем мире, который носит неповторимый индивидуальный характер. Это не значит, что у человека в течение жизни он не меняется. Проблема стоит в том, что мы запоминаем некий объект или некое явление, и мозг нас это удерживает очень недолго. Почему? Потому что вся эта память динамическая. Пока сигнал переходит от нейрона к нейрону по системе связей старых, это называется кратковременная память. Как образовалась новая связь, а эти связи образуются примерно по паре синапсов на каждые 150 миллиардов нейронов в день, и где-то по 40-45 синапсов за месяц специальное образование. И вот когда сигнал проходит через эти контакты, это и называется память. Если он закрепился такой связью, он называется постоянно и всплывает долгое-долгое время. Это процесс статистический. И вот в этой памяти мы храним индивидуальную информацию. Поэтому, когда нейроны перестают работать, сигнал перестает пробегать, и она полностью исчезает. Может она переселяться? Не может переселяться. Следующее поколение там с помощью души. Хорошо, я согласен. Допустим, что душа есть. Тогда что надо допустить? Что в душе есть какой-то носитель информации. Какой? Носитель информации в душе нет, потому что она нематериальна считается. Ну и как может переселиться душа в другого человека, перенести эту информацию? Но тогда мне могут легко возразить. Ну смотрите, вот там я подумала или подумал вот о таком-то событии, и оно тут же произошло через некоторое время. Это ясно, что, во-первых, я его предвижу, это раз. А во-вторых, я вдруг представляю себе некое событие, и вдруг выясняется, что оно проходило много-много лет назад, и точно так, как оно должно быть. Это особенность человеческого мозга. Дело в том, что, во-первых, у нас довольно много органов чувств, которые мы не пользуемся. И отсюда возникают многочисленные мистические представления, в том числе о смерти. Ну то есть для большинства, как в 90-х годах, как я говорил, корреспондентов, известны пять органов чувств, плюс шестое, астральное, которые они считают тоже чувством. На самом деле человек в повседневной жизни использует 18 систем рецепторных, то есть 18 как бы органов чувств. Мы обладаем даже уникальными вещами. Ну, например, такими, как металлопротеины, которые позволяют нам ориентироваться в электромагнитном поле, так же точно, как дельфины, или как птицы при перелетах. Кроме этого, у нас только в вестибулярном аппарате, то есть то, что мы называем слуховым анализатором, минимум три органа чувств. Рецептор ускорения в лифте работает в машине, рецептор гравитации, собственно говоря, орган слуха. То есть органов чувств у нас много, и многие из этих органов чувств малоизвестны. Но мы ими пользуемся, понимаем мы это или не понимаем. То есть наш личный опыт, на самом деле, опыт нашего мозга, намного богаче, чем мы себе представляем. То есть раз мы не понимаем, что у нас делают органы чувств, они передают сигналы в мозге, мы накапливаем огромный пул информации. И вот тогда возникает, человек ложится спать, а мозг, как мы знаем, никогда не выключается, иначе мы забудем даже, как нас зовут, что иногда, конечно, бывает. Так вот, в этот момент, когда мы спим, например, когда мозг неактивен, то есть он снижает активность, он проигрывает разные комбинации. То есть система связей, наш мозг мультифункциональный, нейроны связаны с огромным количеством друг друга и соседних отделов. Нейроны имеют от 100 тысяч до миллиона связей. Это каждый из 150 миллиардов имеет от 100 тысяч до миллиона связей. Представить себе комбинации, когда мозг спокоен, неактивен, вы не думаете ни о зарплате, ни о колбасе, ни о любимой жене, ни о детях, ни о ботинках мокрых, и обо всем остальном. Значит, вот он, когда делает то, что хочет, когда мы спим, он начинает хулиганить всячески, и все остаточные возбуждения, которые есть в разных областях, они начинают связываться случайным образом, возникают миллионы фантазий. Кому везет, кто видит сны, тот, конечно, проживает много интересных жизней, может только позавидовать. Так вот, эти сны, эти фантазии ночные, эти комбинации связей, которые возникают всю жизнь, и всю жизнь разрушаются. Поэтому меняются образы, меняются представления, там молодая девушка, симпатичная, хорошая, красивая, встречалась с молодым человеком, он ушел в армию, был ангел с крылышками, возвращается полный мерзавец. В чем дело? Армию вас сделала, я вас умоляю. Девушка, тут армия ни при чем. Все дело в мозге девушки, потому что она в его отсутствии перестраивала образ за счет вновь образующихся контактов так, что он стал почти идеальным. А вернулся обычный человек, слегка грубевший, ну, то есть мерзавец. То есть любовь остыла. Так наша память издевается над нами всю жизнь, то есть это динамический процесс. А во время сна мозг, продолжая активничать несколько меньше, чем днем, но выходя из-под контроля, у него нет конкретной задачи найти хорошую работу, найти большую зарплату, найти длинноногую девицу или там владельца Мерседеса в качестве мужа. У него задачи такой нет. И он начинает безобразничать. Достаточная электрическая активность, вот эта, которая вынужденная, она не может не поддерживаться, она приводит к формированию новых, в том числе случайных связей. То есть процесс умышления, но только не контролируем. И мы проигрываем внутри мозга миллионы комбинаций жизненных, бытовых, прошлого, настоящее, путая, начало и конец, то есть такой праноидальный бред, который вырывается у людей, которые не могут контролировать это явление. То есть смена настроения, впечатления, разговора – это и есть чистая, неконтролируемая работа мозга. Вот это и есть его в чистом виде проявления. И так он работает, когда мы спим. И естественно, из этого всего гигантского сонма событий, которые проигрывают эти миллиарды нейронов в триллионах связей, конечно, так или иначе попадаются ситуации, когда мы сравниваем их, как будто бы узнаем. А, это уже было. Такая комбинация была проиграна. Вполне возможно, что в этот момент образовались связи, она была запомнена, запечатлена надолго во сне, а потом мы говорим, да, ну я точно помню. Я здесь был, здесь вот такой стоял диван, такой. То есть вот это, раньше это говорили, даже называли проскопией, система узнавания уже когда-то бывшего события. И тут же люди нашли этому объяснение. Причем замечательное и блестящее. Это переселение душ. Все, была предыдущая душа, она сидела на этом диване, хотя, как правило, диван до этого еще не выпускался. И вот она все вспомнила, вот она все прекрасно понимает, прекрасно отдает себе отчет о том, что происходит. Вот оно, расположение, так сказать, воспроизводится. Проверенных экспериментов такого рода нет. В этом весь парадокс. Все это носит обратный, реверсивный характер. В свое время французская академия наук как раз очень развлекалась этим делом. Они к ним обращались все время граждане, в это время на Пушкина, которые то изобретают вечный двигатель, то, например, объявляют какую-нибудь замечательную вещь, что если сажать морковку в полнолуние, она, мол, где будет лучше расти. Французская академия вставила из людей простых, практических. Они тут же на пять континентов, пять экспедиций, с пятью мешками морковки посадили в луну, без луны. Выясняется, отчет через три года. Морковка растет одинаково. Но так французская академия развлекалась очень долго, в том числе собирая вот такие вот или ретроспективные, или проскопичные, то есть в будущее направленные представления. На десять лет в сейф опечатали, вскрыли совпадение один процент. Вот это реальный эксперимент. Не рассказы бабушек на лавочке, а это реальный эксперимент. И с вероятностью на один процент можно на десять лет предсказать кто угодно и что угодно. То есть это как раз говорит о том, что в проверяемой ситуации таких вещей нет. То же самое с переселением душ. То есть как фантазия религиозно-мистическая, которая объясняет феномен активности мозга в неконтролируемой ситуации, то есть когда человек спит, лежит, это да. Если мы говорим о реальных таких возможностях, то, к сожалению, их нет. То есть доказательств никаких не существует. А все эти рассказы, что кто-то кому-то рассказал, что оно так и было, ну это из области мифологии. Собственно говоря, вот эти все истории с книгами мертвых это та же самая история, это те же самые разговоры. То есть говорят, что медицина была плохая. Ну как была плохая медицина? Я, например, несколько дней просидел в музее антропологии в Лиме, в Перу. Это гораздо в том месте, где там как раз собрана самая большая коллекция черепов людей, на которых проводились трепанации, операции. Ну, конечно, медицина была не такая, как сейчас, но у них было достаточно соображений для того, чтобы построить операционную на высоте, там в Куска, почти 4000 метров, так, чтобы холодный стерильный воздух шел с ледника, облученный ультрафиолетом, мы теперь знаем, они от этого не знали. Но, тем не менее, он стерильный проходит через операционку, где они трепанировали. Трепанировали, естественно, примитивными орудиями, но вообще трепанировать человеческий череп может чем угодно. Какая разница? Обсидиан, кстати, очень хороший инструмент, используют пластические хирурги, чтобы швов не было до сих пор. Это прекрасные ножи обсидиановые, лучшие в пластической хирургии. Вот они этими сколами этого стекла врезали эти черепа, вырезали куски черепа. Почему? Да потому что у древних перуанцев, то есть у инков, была проблема большая. Проблемы были с питанием, то есть минеральный обмен страдал. И у них были многочисленные костные патологии, которые могли расти как вовнутрь черепа, в мозг, так и наружу. Собственно говоря, таких черепов в Музее антропологии в Лиме полным-полно. И полно оперированных. Удачно и неудачно. Удачно это когда даже зашивали кожу, вставляли пластинку, человек долго жил. И неудачно, когда он сразу умирал, что такое тоже есть. Такая медицина, такого рода, она существовала. Человека всегда пытались спасти при всей вере в загробную жизнь. Все-таки живой человек намного лучше, чем его светлый образ. Поэтому всегда пытались проводить те и иные реанимационные мероприятия. Всегда все народы из-за того, что мозг патологически ленив, из-за того, что он стремится к тому, чтобы не работать, использовать те иные наркотические вещества. Ну, знаменитая история о том, как все вот эти пирамиды покрыты уникальными рисунками. А потом выяснилось, что если натрескаться грибов, которые растут там же, на той же самой Амазонке, тебе как раз такие будут галлюцинации. Вот и все мистические фигуры. Наедаешься грибов, потом рисуешь как раз все, что положено. Как раз, не будучи никаким ни инка, ни майя, как раз налепишь таких же точно мурзилок, как они на своих пирамидах. Вот такие системы, то есть, когда человек вводится в транс, употребляет наркотики. Кстати, наркотизируются не только люди, и животные тоже любители. Он в Африке, если не дай бог созрело так называемое винное дерево. Бедные слоны, они бросаются туда, начинают это раскачивать, валят это деревья, наедаются до полного изумления. И все, кто не может достать с этих тоненьких веточек эти пьяные ягоды, тоже слетаются, собираются, сбегаются. И напившиеся в муку мелкого помола мартышки также радостно уносят, прижимая груди, так сказать, на то, чтобы похмелиться, наверное. То есть, явление наркотизации, а потом переноса наркотического бреда, ну, как Булгаков, старый морфинист, ну, вот, мастер Маргарита, ну, здорово, мастер литературы, никто не говорит, что он словом не владеет. Но сюжет-то патологический, сюжет-то приходит в голову многим морфинистам, а писать не могут, потому что ленивые. А так было бы тоже неплохо. Так вот, вот эти вот разные состояния человеческого мозга, когда человек себя принудительно провергает в такое полумёртвое состояние, они, естественно, всегда документировались. Всегда псевдосмерть или грань её, сколько умерло, мы не знаем, прежде чем получить такой опыт. Но многие умирали, естественно. Это даёт как раз в руки человека, с его фантазией, буйный инструмент для рекапитуляции, то есть восстановления процесса умирания и оживления. Поэтому в книгах мёртвых не только атрибутика, просто похорон, как это, в общем-то, есть в большей части, но там есть содержательная часть. Содержательная часть – переход человека в небытие. Естественно, кто-то умирал, кто-то не умирал. Людей так много жило на этой планете, что, естественно, такой опыт под действием наркотиков, по причинам естественной смерти и, так сказать, потом восстановления. То есть бывают такие случаи, надолго останавливается дыхание, там, на несколько минут. Но если бы эти изменения, опять-таки, превысили время сохранения нейрона, всё равно бы наступила смерть, необратимая потеря сознания. И сейчас, через 15 минут можно реанимировать человека. Только вопрос, нужно ли. Потому что у него будут такие выпадения памяти, что непонятно, что с ним потом делать. Недавно был случай такой с музыкантом, с известным, лет 7 назад. Вот выпадение памяти такое, что он остался человеком, но он остался таким полуживым. Потому что самое главное, после 12-минутной клинической смерти, конечно, исчезла из мозга. Нейроны не могут хранить это вечно. Поэтому все книги мёртвых, все модели умирания и перехода в мир иной, они отражают, собственно говоря, некий набор человеческих экспериментов. Как с наркотическими веществами, так и опыта смерти, ну, так сказать, обратимый, то есть, когда человек почти умер, но был восстановлен. Ну, типа как в старом фильме, в советских времён, председателя убили, но не насмерть. Мистифицировать с помощью человека любое событие очень легко. Разобраться в этом очень сложно. Как именно? В чём дело? Прямо? Это может быть прямо или косвенно. Это может быть наблюдение детей. Дети же ведь, вы поймите, у них то, о чём я говорил, о доминантности, размножении, еде, вот поскольку они ещё не размножаются, там есть свои проблемы, их там тормозит половое развитие, значит, с едой, если их кормят, у них проблем нет, хотя это обостряет тоже, их полезно иногда не кормить, надо, чтобы у них голова лучше работала. И самое главное, доминантность, у них есть единственный стимул. И на этом стимуле можно из ребёнка сделать всё, что угодно. чудовище любое. Я неоднократно встречал людей, детей властимущих, маленьких совсем, но это уже монстры. И они уже готовы на всё ради вот этой доминантности, вот этой обезьянии, поскольку они ещё не умеют закладывать 3, 4, 5, 6 слоёв под своё примитивное желание. Они это делают очень чётко и очень ясно. Весь их мозг сосредоточен на том, чтобы добиться того же, чего от них ждут. И в этом они достигают иногда феноменальных успехов. Собственно, ещё один вопрос, который очень интересен в отношении смерти, это как бы оттянуть это удовольствие. Значит, дело в том, что оттянуть, в общем-то, смерть можно, если мы говорим о мозге. Если там регулярно проверяться, что делали, как известно, члены ЦК КПСС, то есть следить за собой каждый год техосмотр, как у машины, то есть необходимо пройти рентген, сдать анализы, такие-таки-таки врачи. Если вот это всё проедет, то обычно, как правило, опухоли всякие, раны довольно ловятся, легко удаляются, в большинстве случаев, за редким исключением. Там всякие кардиологические вещи, соблюдая некие наборы диет, там и прочее, можно как-то подстраховать себя и действительно существенно продлить жизнь насчёт элементарных медицинских подходов, профилактических, архаичных, как мир. А вот с мозгом здесь есть проблемы, потому что мозг устроен таким образом, что он, в общем, жить не хочет, на самом-то деле. Это главный орган, который не хочет жить по очень простой причине. Это парадокс, который требует некого пояснения. Ну, во-первых, мы живём и так слишком долго. То есть, считается нормальным, когда организм доживает до репродуктивного возраста и размножается, умирает. Ну, так делают все осьминоги, несмотря на свой развитый интеллект. То есть, они очень умные животные, и я бы не знаю, что бы произошло на белом свете, если бы, не дай бог, жили они по сто лет. Потому что они легко обучаются, образы всякие. Ну, природа сыграла злую шутку. Они живут до первого размножения. Размножился и умер. Всё. Мы живём очень долго и живём в несколько так называемых старческих возрастов, по биологическим меркам переживаем. И поэтому сохранение мозга в таком нормальном состоянии, то есть, в рабочем, это очень важный момент. Но мозг противится этому. Почему? Потому что внутри мозга сидит очень специфическая система, которая полезна для вида в целом, а мы как вид приматов, мозг пытается нас сохранить как вид приматов. Это результат длительной эволюции. Но отнюдь не полезен лично, персонально, каждому индивиду. В чём дело? Мозг не поддерживает интеллектуальную деятельность, которая, собственно говоря, делает нас людьми. То есть, вот приведу пример, чтобы было понятно. Вот вы, например, захотели выучить сопромат задолго до экзамена. Насилие над собой надо производить чудовищное, потому что заставить себя учить это всё, ну, практически невозможно. И вот человек насилует себя, значит, тут же причём начинает есть, обращаю ваше внимание, как пылесос. Почему? Потому что есть хочется при малейших интеллектуальных усилиях тут же начинают трескать орешки, батончики шоколадные, бегать на кухню, топтать дорожку из кухни в комнату с целью заправиться. Потому что мозги начинают работать, всё, организм в панике. Это не приветствуется никак организмом. Почему? Потому что все наши предки миллионы лет стремились к тому, чтобы сэкономить энергию. А мозг построен так, чтобы обеспечить поведенчески вот эту экономию. Ну и что-то получается. Для того, чтобы мозг не нагружать, а я только что говорил, что он потребляет очень много энергии, надо ничего не делать. Интеллектуально не напрягаться. И это поддерживается мозгом. Это хорошо. Потому что за плечами миллионы лет эволюции, и мы что? Когда есть возможность хоть что-то не делать, мозг тут же это поддерживает. Мы не можем доказать организму, что у нас полный холодильник и колбасы. Это бесполезно. Потому что наш мозг не может поверить в то, что она завтра не кончится. Она точно кончится сегодня, поэтому надо её съесть. То есть логика очень простая. А вот любые интеллектуальные усилия не поддерживаются. То есть если вы трудитесь над цепраматом, а потом бросаете его трудиться, вот это вот райское наслаждение. Почему? Мозг тут же оценивает затраты энергии, и что выбрасывает? Внутренние наркотики, эндорфинчики. Раз, 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 раз потихонечку. И вы получаете удовольствие. Бросились что-то делать, легли на диван, включили телек, взяли интересную книжку, эндорфинчики. А потом и книжку положили, закрыли глаза и заснули. Красота. Вот это идеальный вариант. То есть любые интеллектуальные усилия мозгом не поддерживаются. Патологическая лень, стремление к размножению и к доминантности поддерживается. То есть то, что нас делает людьми, отрицается мозгом. Отсюда и проблема. Но если вы не напрягаете мозг, у вас снижается в мозге кровоток. Если вы им не пользуетесь, начинаются склеротические изменения, которые приводятся к смерти в конце концов. Но суть вопроса сводится к следующему. Если мозг категорически отрицает любое усиление потребления энергии, то есть активную работу, он является инструментом для убивания самого человека. То есть поэтому, идя на поводу у мозга, то есть расслабляясь, наслаждаясь жизнью, не думая ни о чем, мы наиболее оптимальным и интенсивным способом приводим свой мозг к разрушению. Капилляры запустевают, кровоснабжение падает, нейроны начинают погибать. Замечательно. Собственно, как мы это и видим. Избыток энергии и отсутствие необходимости думать, как известно, во втором поколении очень богатых людей, приводит к массовой дегенерации. То есть отсутствие необходимости напрягать свой мозг приводит к физическому самоуничтожению. Это на самом деле так. А потому что мозгу, по большому счету, это не нужно вся работа. Он решает другие задачи. Большой мозг нужен не для того, чтобы думать. Упаси бог. В эволюции мозг человека создавался не для того, чтобы думать, творить, создавать что-нибудь. Он создавался для одной единственной цели. Чтобы включиться ненадолго, решить проблему и тут же выключиться. Ну, то есть, это такая же проблема, как большие и маленькие компьютеры. У вас 100 маленьких примитивных компьютеров, на которых вы должны решить сложную задачу. Вот вы их объединяете в сеть, заряжаете, включаете, у вас неделю пыхтят. Потребляют энергию, ваше время еще ломаются, бог знает что. Срешили задачу. Это плохо и неудобно. Но если у вас мощный компьютер один, вы его включили в сеть, включили, поставили задачу, через три минуты он ее решил, вы его выключили и забыли об этом. Вот человеческий мозг так и работает. Он нужен не для того, чтобы заниматься интеллектуальной деятельностью, а наоборот, для того, чтобы обеспечить максимальные возможности для ничего не делания. То есть, мозг – это наш такой замечательный убийца, ленивый, похотливый и желающий страшно выпендриваться, то есть, заниматься доминантностью. И вот эти вот дивные обезьянь и пороки, они, собственно говоря, и приводят одновременно, делают нас и обезьянами, и уничтожают наш собственный организм, наш собственный мозг. Потому что мозгу выгодно, чтобы человек был толстым и счастливым, то есть, хорошей отдышкой, с ожирением сердца. Это все нормально, это признаки достойной судьбы примата. А никак не, наоборот, здоровый теле, здоровый дух. Нет, это мозг не приветствует. Все, что может послужить основой для деградации организма, мозгом поддерживается. Потому что это накопление энергии. Все, что может привести к потере энергии, сопротивляется с помощью специальных систем мозга, которые отработаны длительной очень эволюцией. Отсюда противоречие между индивидуальными желаниями, которые возникают ночью под одеялом, когда никто не видит, и социальными требованиями, которые нас окружают. Вот когда побеждают вот эти самые обезьянные желания, возникает то, что называется разрухой. А когда, несмотря на все эти проблемы, развивается некая социализация, такая разумная хотя бы, хотя бы отчасти, то это называется гармонизированным обществом. Все.